Что будем делать, должны размышлять специалисты в области ПВО и РЭП, совершенствовать свою систему не только системы ПВО, но и в целом систему безопасности воздушного пространства, желательно на подступах к Москве, а не над Москвой, потому что если мы сбиваем их над Москвой, это значит мы уже проиграли, противник долетел до нас. Что будет, если тысяча дронов будет запущена на Москву? Сможет ли российская и московская ПВО хоть что-либо с ними сделать? Какому эффекту это может привести и есть ли вообще такое в планах у Украины? Хорошие вопросы, не правда ли? Ну потому что мы видели с вами, как дроны практически беспрепятственно прилетают в Москва-Сити, а потом видели, как они делают это второй раз, что четко дает понять, что те дроны, которые летали в первый, они не случайно упали. Они не были сбиты системами ПВО, они не были устранены РЭПом, они прилетели туда, куда их запускали. А это значит, что Украина на второй год войны может запустить дроны в Москву, и Москва с этим мало что сможет сделать. Дошло до того, что даже новостным изданиям пришлось вычеркивать слова Сергея Собянина из его поста. Ну то есть они взяли в новостные выпуски, где он говорит, все, разрушений нет, только вот там немножечко стекла побились. Но они взяли ту часть, где он написал, что снова ударили по той же башне Москва-Сити. Почему это происходит? Потому что на самом деле, судя по всему, Россия не может ничего противопоставить этому, у нее нет достаточной защиты, и это пугает. Пугает людей в Москве, пугает людей в Москва-Сити, ведь сотрудники этой министерской башни, по крайней мере Минцифры, они были отправлены на удаленную работу аж до сентября. И возможно это будет еще в дальнейшем продлено. В общем, вопросов в связи с этими атаками очень много, потому что оказалось, что хваленое российское ПВО работает совершенно не так, как его разрекламировали, не сбивает все на свете. Более того, многие стали задаваться вопросами, а не разведка ли это, ну, те дроны, которые прилетели, и может ли быть в дальнейшем более масштабная атака. Обо всем этом мы с вами сегодня и поговорим. Вы находитесь на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, поддерживайте видео с помощью лайка, комментария и подписки, а также поддерживайте канал финансово на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке. Ну, если у вас есть такая возможность. Если нет, ничего страшного, буду рад любой активности. Опираться в этом видео я буду на статью, которую выпустил Вячеслав Ибуряну на портале Insider, где он анализирует и рассказывает, что вообще происходит с дронами, которые летят на Москву, почему Россия не способна их сбить, откуда они могли быть запущены, и что будет дальше, почему Россия так и не сможет решить проблему с этими дронами. Мне кажется, это довольно интересный разбор. Давайте я вас с ним ознакомлю. Ссылка на статью будет в описании. Для начала начнем с того, часто ли вообще украинские дроны прилетают в Москву. Впервые беспилотные летательные аппараты, БПЛА, наведались в Москву 3 мая. Тогда два аппарата взорвались над куполом Сенатского дворца, официальной резиденции президента России. 30 мая произошла первая массированная атака. По разным данным, в налете принимали участие от 8 до 30 беспилотников. Однако большая часть из них была перехвачена силами ПВО. Остальные беспилотники врезались в деревья или задели провода. Но несколько дронов все же попали в жилые дома. 4 июля сообщалось о том, что до Москвы долетели 5 беспилотников. Согласно информации Министерства обороны и Российской Федерации, 4 из них были сбиты ПВО на территории Новой Москвы. Еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы, РЭП, в Одинцовском районе Московской области. Честно говоря, опираться на вот эти вот самые данные Министерства обороны или какие-то слухи довольно проблематично. Потому что зачастую оказывается, что это вообще никак не соответствует действительности. Неважно, речь идет о дронах летающих или о дронах морских. Потому что, как мы видим, у Российского Министерства обороны всегда все сбито, всегда все угрозы ликвидированы. Но в реальности все оказывается сильно иначе. Начиная с 24 июля, прилеты БПЛА в столицу приобрели системный характер. Чуть больше, чем за неделю зафиксировано как минимум 5 визуально подтвержденных инцидентом с беспилотниками. Один из них повредил крышу комплекса зданий Минобороны на Комсомольском проспекте, смежного со штаб-квартирой, аффилированной с ГРУ хакерской группы Fancy Beer. Кроме того, дважды за три дня, 30 июля и 1 августа, беспилотники поражали башни комплекса Москва-Сити. Причем попадали они в одну и ту же башню IQ-квартал, где находятся жилые апартаменты, офисы нескольких российских министерств и ведомств, Минэкономразвития, Минфромторга, Минцифры, а также Федерального агентства по делам национальности, Росаккредитации и Росстандарта. 24 и 30 июля, а также 1 августа, Минобороны РФ отчиталась о подавлении беспилотников системами РЭП и использовала термин «крушение», то есть де-факто объясняла места прилетов собственными действиями. Пока до конца непонятно, куда именно направляют украинские дроны. В Москве и в Подмосковье расположено огромное количество как военных объектов, например, штаб ракетных войск стратегического назначения в поселке Власихово-Денцовском районе, так и различных центров принятия решений. Под это определение подходят, например, Сенатский дворец и IQ-квартал, то есть та самая министерская башня. Но всерьез рассчитывать на их поражение или тем более уничтожение дронами с довольно скромной боевой частью затруднительно. Украинский военный эксперт Леонид Дмитриев полагает, что командование Украины действительно стремится поразить легитимные военные цели. От воинских частей и соединений, и до предприятий военно-промышленного комплекса, расположенные в Москве. Средства поражения, применяемые по глубоким талам противника, имеют сугубо прикладные координаты военных целей, либо объектов, обеспечивающих те или иные возможности противника в ведении агрессивной войны против Украины. Попутно исследуются возможности ПВО по маршруту движения и другие элементы обеспечения такого поражения. Зет-комментаторы склоняются к версии, что Украина хочет заставить оттянуть дополнительные средства ПВО и РЭП с фронта на защиту Москвы, или же пытается дестабилизировать обстановку внутри страны. Надо сказать, что я тоже согласен с этими зад-комментаторами, если хотите. То есть мне тоже кажется, что если Россия оттянет систему ПВО к Москве, то это сильно улучшит положение на фронте, потому что это позволит расправляться эффективнее с российскими войсками. С этой точки зрения перекликается статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и депутата Рады, бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского, опубликованная в сентябре 2022 года. Мне говорится о том, что физическая удаленность обеспечивает России безнаказанность и агрессивный стиль ведения войны на уничтожение. Следовательно, необходимы удары в глубину территорий противника, удаленных от зоны боевых действий. В том же духе высказывается и Владимир Зеленский. Постепенно война возвращается на территорию России, в ее символические центры и на военные базы. Это неизбежный, естественный и справедливый процесс. Источники инсайдера в украинских спецслужбах отмечают, что главные цели этих налетов все-таки не политические, а военные. И мишени выбираются с тем расчетом, чтобы максимально усложнить работу военной машины. При этом украинские официальные лица ни разу не взяли ответственность за атаки беспилотников на Москву, обходясь намеками или шутками а-ля «дроны можно купить в любом военторге». Достоверно неизвестны не только их технико-тактические характеристики, например, дальность полета или размер боевой части, но даже название. Издание New York Times утверждает, что для налетов используется как минимум три разных типа БПЛА большой дальности украинской разработки – Бобер, UJ-22 и третий с неизвестным названием. Скорее всего, в последних атаках применялись БПЛА «Бобер», выполненные по аэродинамической схеме «Утка». Судя по косвенным признакам, эти аппараты выполнены из малозаметных для радаров материалов и оснащены несколькими системами наведения – спутниковой и инерциальной. Не исключено, что их можно запускать не только с Земли, но и при помощи катапульта. Ну, имеется в виду не средневековая, а современная аналога. Считается, что «Бобер» способен пролететь тысячу километров. Исходя из того, что украинским дронам дважды за три дня удалось попасть в одну и ту же башню в Москва-Сити, они действительно располагают крайне надежной и помехоустойчивой навигационной системой. Либо средства РЭП Минобороны РФ настроены на то, чтобы перенаправлять беспилотники именно в башни Москва-Сити. Что довольно безумная теория. Видео с полетами беспилотников очень мало, а те, что есть, сняты на конечном отрезке предполагаемого маршрута – в Москве или ближнем Подмосковье. По одной из версий, беспилотники, по крайней мере, какая-то их часть, запускаются не из территории Украины, а из Московской области или соседнего региона. Это, в частности, может объяснить, почему дроном удалось в начале мая с невероятной точностью дважды попасть в купол президентской резиденции прямо в центре столицы, где фактически установлена бесполетная зона. С другой стороны, довольно крупный БПЛА «Бобер», скорее всего, можно запускать только из Украины. Агентство ТАСС сообщало об этом со ссылкой на источник по итогам налета 1 августа. Если брать стартовой точкой место на границе Черниговской и Брянской области, то по прямой до Москвы получается 450 километров. Даже с учетом маневров и ветра преодолеть это расстояние не так сложно. Тут надо отдельно сказать, оговорюсь, что в целом, какая бы это ни была история, история про запуск из Москвы и Московской области соседних регионов или история про запуск непосредственно с территории Украины, это влияет лишь на то, кто именно проваливается. То есть, если это запускается с территории Украины, то значит, это провал Министерства обороны. Если же это запускается с территории России, то это провал ФСБ. Именно поэтому я не очень доверяю источникам, особенно ТАССовским. Ну, не только потому, что они все время выдумывают, но и потому, что, конечно, каждый хочет свалить вину друг на друг. В любом случае, мы видим, что независимо от того, о чем идет речь, о том, что дроны запускаются с территории Украины или с территории России, независимо от этого, решить эту проблему пока Россия не может. И возникает вопрос, почему российское ПВО не сбивает дроны на подлете? Если коротко, пишет автор статьи, потому что Россия слишком большая страна. Развернутый ответ немного сложнее. Известно, что даже в Советском Союзе при гораздо большей, чем сейчас, степени милитаризации экономики и общества не получилось полностью прикрыть огромную площадь страны средствами ПВО. По данным украинского генштаба, за время полномасштабного вторжения было уничтожено около 460 российских систем ПВО разной номенклатуры. Асинтресурс Орекс верифицировал потерю свыше 160 таких систем, причем в подавляющем большинстве комплексов среднего и малого радиуса, как раз и предназначенных для противодействия малоразмерным воздушным целям. О проблемах с покрытием дефицита систем ПВО ВС РФ говорят недавно опубликованные видео, где автор военный жалуется, что получил в неисправном состоянии шесть зенитно-ракетно-пушечных комплексов Тунгуска после капитального ремонта. Давайте, собственно, это видео и посмотрим. Учитывая санкции и общее состояние российского ВПК, а также необходимость держать часть зенитных ракетных комплексов на фронте и в оперативном резерве, такие потери означают, что создать сплошное покрытие от угроз воздуха на поступах к Москве просто невозможно. Кроме того, сам по себе беспилотник довольно сложная цель для комплексов ПВО, особенно если он изготовлен из специальных материалов. Его трудно заметить радаром, а еще труднее в него попасть, несмотря на то, что аппараты типа Бобер летят медленно и на не очень большой высоте. А в самой Москве? Почему их не сбивают уже в городе? Может возникнуть у вас вопрос. Подготовка к возможным налетам украинских беспилотников в Москве началась зимой 2022 года. Тогда на окраинах города в лесопарковых зонах приступили к подготовке площадок для развлечения комплексов С-400. Элементы систем управления и радиолокационные станции устанавливали на территории Новой Москвы, а на некоторые здания в центре города прямо на крыше поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С-1. Один из панцирей подняли на крышу здания Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной. Но в сообщениях Минобороны РФ о недавних атаках беспилотников на Москву обращает внимание формулировка о работе РЭП. По всей видимости, ответственные за столичное ПВО действительно избегают применения тех же панцирей в черте города, поскольку это неминуемо связано с рисками для гражданского населения и отдают предпочтение средствам радиоэлектронной борьбы. Подтвердить факт перехвата или подавления РЭП невозможно, поскольку в конечном итоге все равно происходит попадание и взрыв. Но не исключено, что в результате такого вмешательства прилет происходит совсем не туда, куда планировалось. Леонид Дмитриев соглашается с тем, что российское ПВО пытается применять РЭП, чтобы компенсировать нехватку средств огневого поражения и радиолакционного обнаружения. Но делает это крайне неумело. Отсутствие надлежащего количества средств огневого поражения и радиолакционных возможностей РЭП пытается компенсировать средствами РЭП. Но важно понимать, что применять РЭП в городе с плотной многоэтажной застройкой Это демонстрация как преступной халатности, так и бессилия средств ПВО по перехвату малогабаритных объектов на подлете, либо уже над самим городом. Применение РЭП может осуществляться в двух фазах. Либо перехвата управления и посадки объекта без последствий, либо посредством лишения объекта управления, вследствие чего он будет неуправляемо лететь до тех пор, пока его не собьют другими средствами или пока не столкнется с препятствием. Но поскольку российские средства ПВО демонстрируют неспособность сбивать малогабаритные объекты, то и после потери управления сбить дрон смогут разве что при помощи здания. И в последнее время именно этим и занимаются московские многоэтажки, выполняют функции ПВО. Украинские средства ПВО, напротив, регулярно и успешно поражают российские дроны над Киевом. Недавно в сети появилось эффектное фото поражения одного из них. Владимир Путин оценил работу ПВО по итогам налета 30 мая как удовлетворительную. Система ПВО Москвы сработала штатно удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Над чем поработала столичная система ПВО, видно из этих карт. Вот так выглядела зона покрытия зенитно-ракетными комплексами в январе 2023 года. А вот так уже в июле этого года. Но сколько бы панцирей С-400 не размещать в Москве и окрестностях, перекрыть все пути подлета дронов не получится. Как отмечает Леонид Дмитриев, эффективность работы систем ПВО на территории РФ на данный момент больше удовлетворяет украинскую сторону конфликта, нежели обеспечивает интересы страны-агрессора. Дмитриев полагает, что с каждым днем войны и с каждым уничтоженным комплексом ПВО воздушное пространство России становится все более и более открытым для беспилотников. Соответственно, они будут все чаще и чаще появляться в небе над Москвой. И не только. На это намекает, в частности, совместное видео украинских волонтеров Сергея Притулы и Сергея Стерненко, которые играют в российские города на фоне дронов, выполненных по схеме утка, как и те, что участвовали в налете на Москву. Издание Wall Street Journal пишет, что последние атаки на Москву могут быть подготовкой к по-настоящему массированному налету сразу с нескольких направлений и на разных высотах. Управление стратегических коммуникаций аппарата главного командующего ВСУ 30 июля разместило ролик, в котором подразумевается, что такая атака планируется на 24 августа, когда отмечается День независимости Украины. То, что Россию ожидает целая серия таких налетов, подтверждают и источники в украинских спецслужбах. Давайте глянем этот ролик вместе. День независимости Украины Итого, что получается? Получается, что, первое, Москва не защищена и не может быть даже гипотетически полностью защищена от атак дронов. Атаки будут продолжаться. Второе, сообщение об успехе РЭП и о том, что удается сбивать, значит, эти беспилотники с курса, это не совсем правда или совсем неправда, потому что мы видим, что дроны прилетают в одно и то же место. Третье, у Украины есть довольно много дронов. Мы не знаем этого наверняка, это довольно засекреченная информация, но эти дроны, они не очень дороги в производствах. А Украина много раз сообщала, что у нее и готовится большое количество дронов, и есть рой дронов, которые они планируют запускать в какой-то момент. И мы видим всякие ролики, которые тоже на это жирно, я бы даже сказал, намекают. Поэтому вполне вероятно, что дроны полетят на Москву в большом количестве и достигнут целей. В Москве очень много военных целей, однако, очевидно, местные власти будут сопротивляться. И будут эти дроны пытаться сбивать, расчехлят ПВО, да, и уже будут действительно его использовать. Поэтому это может быть довольно опасно для москвичей, имейте вы это в виду, если вы остаетесь в Москве или в других российских городах. Поэтому не брезгуйте информационными предупреждениями заранее, не особо рассчитывайте на вот эти сказки про то, что, значит, точно никто не долетит, и все под надежной охраной. Сколько раз российское государство и российская армия обманывала граждан? Сколько раз рассказывалось, что все атаки отбиты, а на самом деле оказывалось, что это ложь, и никаким образом не соответствует действительности? Я думаю, что вам будет все равно, если у вас или рядом с вами прилетит дрон, что Коношенков расскажет, что на самом деле этот дрон был сбит. Глобально мы видим, что чем дольше идет эта война, тем больше, конечно, и российская территория чувствует ее на себе. Не бывает так, чтобы страна-агрессор напала на другую территорию, но при этом, значит, никаким образом это ее не касалось. Война все больше расширяется, и Украины, в свою очередь, появляется все больше возможностей для того, чтобы наносить удары. Благо, они делают это по военным целям, или по, как это называется, значит, центрам принятия решений. Тем не менее, нужно понимать, что каждый новый день войны, каждый новый день войны, который продолжает Россия, Россия, которая вторглась на территорию Украины, это каждый новый день, когда увеличивается угроза для любого человека, в том числе в России. Поэтому остановка этой войны – это единственное желание, которое должно быть, нормальное желание, которое должно быть у граждан России, и сделать для этого максимум. Независимо от того, офицеры, политик, значит, зет-патриот, фанат Путина, противник Путина, абсолютно неважно. Это общая, единая цель. Ну, а затем, как будет развиваться история с дронами, с морскими, с полетающими, мы будем с вами продолжать следить и по интересным публикациям, как сегодняшняя, там большая часть видео была именно по этой публикации, ссылку на нее оставлю в описании, и, собственно, по рассказам специалистов и по сводкам с Русланом Левиевым. Пишите ваше мнение в комментариях, с удовольствием почитаю. Ну и до скорых встреч, всего доброго, пока.